Такие масштабные мероприятия в микрорайоне Купеленка проходят не часто, но День Победы стал весомым поводом начать славную традицию, собирать жителей, чтобы всем двором провести время интересно. Большая ответственность легла на учеников 11-й школы, которые подготовили спектакль о войне. Дети вообще должны знать про нашу историю, гордиться нашими, так скажем, дедами, прадедами, прабабушками, бабушками, что они за нас боролись, что мы сейчас живем на этой планете благодаря, так скажем, нашим дальним родственникам. Лето двое выпускников решают, что уже достаточно взрослые, чтобы пожениться, но судьба распоряжается иначе. Начинается война. Молодого человека забирают на фронт, девушка идет санитаркой. Парень в бою погибает. Такая проникновенная история никого не оставила равнодушным. Мне приятно, когда организуется подобное мероприятие, особенно в такие священные праздники. Это все-таки, наверное, продолжение нас, наше будущее. Это скорее вот для них, наверное, для наших детей мероприятие, чем для нас. Мы больше на нем присутствуем ради них, чтобы они все-таки понимали традиции, понимали именно этот праздник, который со слезами на глазах. Что ты знаешь про 9 мая, про День Победы? Это когда ручь победила врага. Программа продолжилась концертом. Все те же школьники исполнили несколько тематических песен. Праздник подготовила управляющая компания «Пиккомфорт». Для руководства организации очень важно подружить соседей. Здесь было интересно и детям, и родителям. Работали анимация, зоны по сборке и разборке автомата, тир, можно было даже пройти курс молодого бойца. Наша компания поддерживает данные мероприятия. Всегда готова выступить со своей инициативой, предложить также жителям свои какие-то возможные варианты совместного проведения и празднования таких дней, особенно, что касается Дня Победы. Дети остались довольны праздником, где все было бесплатно. Большая очередь собралась за сахарной ватой, но особый восторг у ребят вызвали огромные красочные батуты размером с двухэтажный дом. Здесь очень круто, здесь очень батуты большие, здесь столько музыки. Батуты, горки, везде все нравится. Ну и какой же праздник в честь Дня Победы без полевой кухни? Здесь ее вдоволь каши приготовили на тысячу человек. Спасибо большое.